Привет, друзья! Сегодня я хотела бы с вами попить чай с такими вот красивыми пироженками, которые не я готовила, к сожалению, и также поговорить на тему, которая является для меня довольно насущной и всегда являлась таковой, я думаю, для многих из вас тоже, а именно это умение или неумение говорить «нет» или когда это сделать сложно. Итак, у меня сегодня... у меня здесь просто чай черный с бергамотом, если честно, я больше как-то люблю чаи, нежели кофе, и все-таки чай, как по мне, должен завариваться, не в пакетиках он должен быть, ну это чисто мое мнение, хотя он у меня из пакетика, вот этот чай. Итак, что значит здесь за такие красивые пироженки? Вот крайне правое от вас это малиновый бархат, ну я подозреваю, что это наподобие красного бархата пироженка, вот это с фисташкой, ну какой-то рулет с фисташкой, подозреваю, что здесь какой-то, наверное, творожный крем, это соленая карамель и макароны или макаронс, ну все по-разному, я заметила, называют вот эти десертики, я, кстати, один уже скушала, он просто немного повредился, манговый, очень вкусный, я люблю вот макаронс, и также, если вы заметили, сзади у меня картина, я ее почти дорисовала, такой вот сфинкс из древнего Египта, ну что ж, давайте приступим, наверное, я сначала продегустирую, начну с малинового бархата, ммм, блин, какая вкусная пироженка, итак, умение говорить нет, вообще у меня, как я думаю и у многих людей, довольно большая проблема с умением говорить нет, и при том такая проблема у меня была всегда, и вот в этом ролике я хотела бы рассказать немножечко школьных историй, точнее, наверное, это будет в общей сложности такая одна история, когда мне кажется, я впервые кому-то сказала нет, вот помню, многие люди как-то просили побольше школьных историй рассказать, вот если честно, вот школу я не очень люблю вспоминать, это не самый такой благоприятный период в моей жизни, и истории особо у меня не то чтобы много даже, понимаете, хотя, если так вспоминать, из всего можно сделать историю, как по мне, нет, не выдумать, а именно вот из любого какого-то микрособытия можно сделать целую историю, ну, преподнести это, в смысле, таким образом, так, давайте попробую соленую карамель, господи, очень люблю соленую карамель, в смысле, вот это пирожное я никогда не пробовала, и никогда ни одно из этих пирожных не пробовала, кроме макаронс, вот, просто мне нравится сочетание соленого и карамельного, вкусненько, ну, наверное, пока малиновый бархат чуть-чуть мне как-то побольше понравился, я вообще люблю торт красный бархат, я вообще все тортики, наверное, люблю, медовик, наполеон и три шоколада, вот, кстати, я была сегодня в кондитерской, и вот там, ну, лежало два тортика, два кусочка, вот три шоколада, я хотела взять, ну, блин, сразу сказали то, что они уже зарезервированы, забронированы, так сказать, ну, так вот, у меня всегда это было большой проблемой, умение говорить людям нет, вообще, ну, так вот, если подумать, вот, с чем это может быть связано, ну, если обобщить, конечно, это связано с какой-то внутренней несамодостаточностью, мы боимся либо показаться грубыми, либо испортить взаимоотношения с этим человеком, как-то боимся терять людей из круга нашего общения, или, может быть, где-то на подсознании, ну, вот, человек думает, блин, а что вот если когда-то, ну, мне понадобится просить помощи у этого человека, и я просто не смогу это сделать из-за того, что ему когда-то отказал сам. Много может быть причин, но в целом, если обобщить, это от внутренней несамодостаточности, наверное. Хотя тоже, как по мне, это, в принципе, нормально, когда человек боится испортить о себе мнение, когда человек боится терять людей из круга общения. Вообще, вот, помню, в детстве мне говорили вот насчет вот этой темы умения говорить нет. Конечно, я, может быть, немного не так это в детстве поняла, и сейчас неправильно сантерпретирую, но в целом, вот, взрослые мне говорили, вот, понимаешь, если ты человеку сумеешь сказать нет, когда для тебя действительно, например, сложно ему помочь, и ты в большой ущерб себе это сделаешь, то этот человек от тебя не отвернется, он, наоборот, даже станет тебя еще сильнее уважать, ну, или просто уважать, потому что понимает, что ты умеешь выстраивать свои личные границы. Конечно, мне не в таких фразах это говорили. Во времена моего детства не было такого вот понятия вообще в нашем языке, как личные границы. Вот сейчас, наверное, как раз хочу рассказать историю, в которой это отличный опыт, и я убедилась в том, что, в принципе, это действительно так работает. Если ты откажешь человеку, потому что действительно, ну, тебе кажется, что он и сам прекрасно справится с тем, вот, что он просит от тебя сделать, или, например, тебе это большой ущерб, действительно с тобой человек не прекратит общаться. Но вот единственное, я тоже затрону вот такой момент в видео, но, наверное, ближе к концу, когда вот действительно очень невежливо отказать человеку, прям вот очень нехорошо будет с твоей стороны, если ты откажешь. Я вот об этом еще хотела бы поговорить, вот о таких случаях, когда, например, ну, человек вполне обоснованно от тебя ожидает помощи. Сейчас давайте попробую вот этот фисташковый. Мне кажется, сейчас так картинка вся испортится, если я его... Мне его хочется положить на самом деле. Большой, конечно, кусочек, но... Малиновый бархат и фисташковый разделяют первое место, все-таки соленая карамель на втором. Как-то не очень такой ярко выраженный вкус, что это и довольно жирное такое пирожное. Вот эти полегче, у них такой более ярко выраженный вкус, они прям тают во рту, к тому же. Так вот, история из школы. Наверное, я довольно большую такую предысторию сначала расскажу. Вообще, знаете, такая мелкая история, это даже какое-то вот микрособытие, вообще ничего не значащее событие, но поскольку у меня всегда были проблемы вот с умением отказать, для меня это история, ну, в моей картинке мира. Вот почему бы не рассказать и не поделиться. Может быть, для кого-то это какие-то мелочи жизни, ну, возможно. Просто я немножко себя после определенной микроистории стала чувствовать по-другому. Вот я, в принципе, не один раз говорила в своих видео, что я меняла школу один раз. То есть первые три класса проучилась в одной школе и в четвертой перешла в другую. И в четвертом классе надо мной стали очень сильно издеваться одноклассницы. И это меня очень сильно подкосило. Я очень-очень сильно в себе забилась. Хотя вот до этого, то есть в школе, в которой я училась раньше, я была первокруглой отличницей. У меня все было отлично, прекрасно. У меня было много друзей. Со всеми в классе я дружила, и все дружили со мной. Но вновь все покатилось тар-тарары. Я и по учебе съехала, и надо мной издевались. И, наверное, вот как следствие, вот у меня съехала учеба, мне было очень тяжело сосредоточиться на учебе. И вот помню, была такая ситуация в пятом классе. Надо мной уже не издевались. Но и никто со мной не дружил. Вот знаете, из-за чего? Вот я настолько в себе замкнулась, что вот я даже глаза поднять боялась на своих одноклассников. Я просто вот как тень ходила. Я очень... Я боялась своих одноклассников. Я боялась с кем-то заговорить. Если заговаривала, то это получалось очень неудачно, потому что я побаивалась. Я боялась коммуницировать с людьми одним словом. И то даже вот от пятой класса рассказываю, это все еще предыстория. Вот у нас в классе была одна девочка, которая, кстати, пришла позже меня, но тоже в четвертом классе. И она довольно быстро заняла такие лидирующие позиции в классе. Вот я, например, перешла в новую школу, и я очень сильно вообще упала во всех смыслах, и в плане учебы, и в плане наличия друзей. У меня вообще в жизни все стало плохо. Прям так практически сразу. И в новом классе у меня, наверное, самая такая низменная какая-то была позиция, если говорить про вот социальные такие... Ну нет, никакой социальный статус, господи, о чем я? Ну вот если говорить про какую-то иерархию, наверное, в классе, она, наверное, была практически у всех. И вот была новенькая девочка. Она довольно быстро заняла чуть ли не лидирующие позиции в классе. С ней все дружили. Она, ну, практически со всеми. Хотя она скорее больше со всеми в таких нейтральных была отношениях. Ну вот, знаете, опять же, там почему она смогла вот занять такую позицию? Не потому, что она такая вот прям добрая, хорошая, даже скорее нет. Она такая, ну, я не в негативном смысле, но вот просто по факту такая стервозненькая. Она просто действительно сильная личность, у которой хватило на это энергетических ресурсов. Просто история будет связана с этой девочкой. Я все еще предысторию рассказываю. Я не умею быстро рассказывать. Но, наверное, это и не нужно для видео такого рода особенно. Короче, одним словом, просто такая вот сильная девочка, которая сумела быстро, скажем, проявить свой авторитет, наверное, показала себя сильной личностью. И там ее все и уважали, и даже побаивались, я помню. А что мальчики, что девочки? При этом нет, это не какая-то пацанка. Как правило, ну, я думаю, многие в классе такие были. Это, наоборот, очень такая женственная, которая потом в старших классах, там раньше всех в классе начинает краситься, носить каблуки и так далее. Это не пацанка, наоборот, такая, ну, может быть, фифа. Такое вот слово не очень, может быть, хорошее. В общем и целом, такой вот образ стервозной красотки, наверное, вот так. И вот помню, я в младших классах с ней вообще никак, и она со мной тем более никак. Потому что вот она такая вот сильная, такая властная, я, это я, крайне забитая девочка, над которой очень сильно поработали в негативном плане в четвертом классе. И я помню, был пятый класс, нам бесплатно раздавали соки. Я вообще в школе никогда не ела, я вот только, ну, пила вот эти бесплатные соки, которые нам выдавали. И вот, господи, это такая вот какая-то мелкая вообще вещь. Опять же, все это относится к разряду предыстории. Ну, так она мне как-то запомнилась. Я вообще вот в пятом классе со стороны большинства одноклассников, одноклассниц испытывала какое-то пренебрежение, что ли, в мою сторону. И я вот помню, вот соки нам раздавали в очередной раз, и как-то, ну, показалось, обнаружилось, что соков меньше, чем людей в классе. И я такая просто вот стою опять в стороне, в стороне вот со своим соком, который я получила. И, ну, просто стали выяснять, кому не досталось. И она так на меня немного высокомерно обернулась и спросила, ты получила? Я вот до сих пор помню, вот как это надменно было спрошено. Мне же даже до сих пор как-то мне неприятно вот от этого момента, от какого-то мига, который вообще не имеет отношения ни к моей настоящей жизни, ни к жизни вообще моей. Это просто какая-то прям мелочь-мелочь. Вот не то, чтобы вот спросить у меня, ой, там, Кира, тебе досталось? Вот именно ты получила? Ой, мне аж, блин, мурашки по коже, мне так вот неприятно было. Ну вот, понимаете, я была тише воды, ниже травы, я никого не трогала. Я даже была как каким-то, наверное, отшельником в классе. Ну вот, ну понимаете, это ко мне вот такое какое-то было отношение, как вот к какому-то изгою, наверное. Я никому ничего плохого не делала, особенно ей, и мы вообще были как-то нейтральны. Ну так вот, сама история. Это был уже девятый класс. И вот эта девочка, она сильно заболела. Ну как заболела? Ну то ли это простуда была, то ли паранхит, в общем, что-то такое. Или грипп. В общем, она два месяца, по-моему, лечилась, не ходила, соответственно, в школу. Ну вообще помню, в принципе, мы уже так, наверное, в классе восьмом. Уже так, ну нет, я с ней никогда не общалась прям, ну как-то не было такого вот нейтралитета или пренебрежения откровенного, непонятно на чем обоснованное. То есть, ну так вот нейтрально хорошо общались. Вот. Иногда даже какие-то советы друг у друга спрашивали. И вот она меня просила все время говорить ей домашку. Ну как бы это не проблема, это буквально три минуты набрать там ВКонтакте, что нам задали. Тут ничего сложного нет. Я вот ей скидывала домашку, рассказывала, как дела в школе, что вообще происходит. Тем более, тогда Гия была на носу. И вот помню, мы так с ней мило по переписке общались, даже как-то странно. Вот понимаете, вот из всех классе, вот из всех, вот она именно у меня спрашивала домашку, именно у меня спрашивала, что вообще происходит в школе. Ну то есть, ну самая такая вот авторитетная девочка в классе, которая, да блин, у кого угодно могла это спросить, и ей бы без проблем об этом поведали. Так как-то было удивительно и странно, что она именно у меня вот это все спрашивала. И при том, нет, без какого-то пренебрежения. Она очень так мило со мной общалась. И когда ей уже нужно было выходить в школу, она ко мне обратилась с одной просьбой. Можешь, пожалуйста, прийти в школу со мной? Ну, проводить меня, вот встретиться в определенном месте и проводить меня, войти в школу и в класс со мной. Я согласилась. Думаю, конечно, она очень боялась. Она боялась одна приходить в школу, одна приходить в класс. Для меня тоже это было тогда так удивительно. Вот тоже самая такая авторитетная девочка в классе. И боится она приходить в школу после двухмесячного отсутствия. Меня это немного удивило. Удивило то, что она попросила, скажем, провести ее в школу именно меня. Ну, знаете, вот всегда какие-то события, бывает, отнимают у нас энергию. Например, у меня очень сильно в четвертом классе отняло энергию то, что надо мной издевались. Я очень сильно замкнулась в себе. Вот у нее, видимо, энергию отняла болезнь. Из-за этого она как-то, может быть, поняла, что она боится школу, боится людей в школе, боится одноклассников, боится вот одна перед ними появиться. Может быть, боялась, что никто с ней не будет общаться после такого отсутствия. Уж все про нее забыли. Я не знаю. В общем, она меня попросила проводить ее. Ну, я согласилась. Хотя, честно говоря, мне было немножко... Мне не по пути было. Ну, я подумала, ну, окей, конечно, я понимаю, это действительно непросто. Мне бы тоже было сложно, но я бы пришла одна. Ну, да ладно, она не я. Проводила все окей. И потом, в этот же день, когда я проводила, она меня вечером снова просит об этом же. Не могла бы ты меня завтра, пожалуйста, тоже встретить и проводить? Блин, я до сих пор помню, я ей ответила что-то в духе «Знаешь, мне кажется, ты вполне справишься, и ты дойдешь сама». Я прям так и ответила. Ну, потому что, ну, какой смысл? Ну, не буду же я тебя уже каждый день провожать. Вот все, ты в первый день в школу пришла, увидела одноклассников, тебе уже не должно быть сложно взять и во второй день прийти самой, как мне показалось. И я сказала, ну, нет, извини, я думаю, ты справишься сама. И знаете, она абсолютно адекватно на это отреагировала. Она говорит, ой, ну, хорошо, окей, без проблем. Мы также, в принципе, продолжали оставаться в таких нейтрально хороших отношениях. Вообще она не поменяла свое отношение ко мне, ну, по крайней мере, этого не было заметно. Мне кажется, даже наоборот, она меня как-то стала, ну, не то что уважать, это как-то пафосно сказано, как будто бы до этого она меня вообще ни во что не ставила. Мне даже кажется, это действительно немножко, да, повышает какой-то твой авторитет в глазах другого человека. Потому что, мне кажется, все-таки так устроена психология, если нам один раз помогут, и мы, например, опять же, к этому человеку пойдем за помощью, он нам второй раз поможет, может быть, даже в третий. Мы уже как-то автоматически вот этого человека не воспринимаем как человека, которому тоже, может быть, не всегда удобно тебе помогать, не всегда есть желание и время. Мы уже просто начинаем его воспринимать как какую-то машину по выполнению наших хотелок. И с каждым разом все меньше и меньше мы к нему испытываем благодарности, как по мне. Мне кажется, такое надо вовремя останавливать, и ничего не должно быть плохого. Человек не должен к вам как-то хуже отнестись после отказа. Вообще, мне кажется, в принципе, ну даже я на днях поймала себя на мысли, что такого действительно страшного сказать нет. Если человек, который реагирует неадекватно, скажет, ах, какая ты сволочь, ах, какая ты жадина, и что-то в этом духе, блин, это неадекватная реакция. Зачем тебе человек в круге общения, который, ну так можно сказать, даже плохо к тебе относится, потому что ему плевать, вот сложно тебе, несложно, удобно, неудобно, есть время, нет времени. Ты для него плохой, потому что его какую-то хотелку не сделал. Вот зачем тебе такой человек в круге общения? А так, практически любой человек должен на это отреагировать вполне адекватно. Если тебе действительно что-то сложно сделать, или это в какой-то ущерб идет тебе. Ну и вот плавно перетеку в тему, которую я оставил, наверное, напоследок. Бывают ситуации, когда действительно отказывать очень и невежливо, и, наверное, как-то плохо с твоей стороны. Например, когда вот тебе человек раньше помогал, и сейчас он просит помощи у тебя, и вот отказывать ему все-таки, как по мне, ну блин, что тут говорить, как по мне, думаю, любой скажет, но нехорошо отказывать человеку, даже если тебе это неудобно. Может быть, ты чем-то рискуешь, помогая ему. Хотя, вот честно говоря, мне кажется, когда ты чем-то рискуешь, помогая кому-то, лучше вообще не помогать, если эта помощь, ну, связана с какими-то рисками для тебя. Это мое мнение. Если тебе просто там неудобно, нет времени, но этот человек действительно хороший, ты в этом человеке уверен, или он тебе раньше помогал, мне кажется, все-таки надо, как по мне, поднапрячься. Ну, это чисто мое мнение. К тебе же потом жизнь будет благосклонней, если будешь много добрых дел делать. Ну, это опять же моя философия. Вот тоже помню, в школе была такая ситуация. Я один раз попросила одну одноклассницу дать мне позвонить. У меня закончились деньги на телефоне, мне надо было срочно позвонить. И она мне отказала. И просто вот, чтобы вы понимали, во времена моего детства, во времена динозавров, не было ни мессенджеров, не было ничего практически. Можно было только звонить. Когда деньги на телефоне заканчивались, как правило, ну, просили у одноклассников позвонить. И, в принципе, никогда с этим каких-то проблем не было, все давали звонить. Это там полрубля, пару слов спросить там у родителей или что-то им сказать. Как правило, это что-то важное, у тебя деньги закончились. И вот у меня девочка отказала. Притом она мне даже не стала как-то врать. Ой, у меня там нет денег на телефоне, извини, у меня уже со мной нет. Она просто сказала, ну, нет. Ну, спроси у кого-нибудь другого. Еще вот у меня спрашивала в течение дня постоянно, ну, что, нашла у кого позвонить? Ну, что, нашла у кого позвонить? Что ты так за меня переживаешь? Если бы ты могла просто мне дать и позвонить сама. Я даже вот не поняла, вот в чем была причина. Она просто сказала нет. Она не сказала, что у нее нет денег там или что-то еще, или она вообще там телефон дома оставила. Просто сказала нет и все. Вот как по мне это, не помните, жалко что ли. Ну, вы знаете, бывают такие ситуации, с одной стороны, она имеет полное право не давать звонить никому. Это, да, это ее личное право. Но с другой стороны, блин, ну, ты жадничаешь, что ли? Как это называется? Я вот не пойму. Или может какая-то брезгливость, то, что тут я буду трогать твой телефон, прислонять к своему уху. Я не пойму, вот правда, в чем мотивация, отказа. Я, конечно, не стала там у нее это спрашивать, но как-то мне неприятно стало. Ну, что же, друзья, я очень наелась, было очень вкусно, прикольные все пироженки. Надеюсь, вы тоже пили чай или кофе, что-то, может быть, сладенькое вкушали. Я жду от вас комментариев, очень будет интересно почитать ваши истории, которые связаны с умением говорить нет или наоборот, с неумением это делать или с нежеланием говорить нет. Ну, вы поняли. Буду ждать от вас комментариев, дискуссионных, комментариев с историями и просто хороших комментариев. Ну, что ж, всем спасибо за просмотр. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!